как глянем цены в адлере конечно для мне больше рынок райц чем сочи черешня 250 вот дыньку дали попробовать торпеда 200 рублей килограмм пока а гранат почем 300 паски персик вчера в абхазии брала 150 апельсик скука паски я хочу пачок 200 до здесь все дают пробовать притом если вот попробовал не настаивают что ты брал горит да да подходите пожалуйста яблочки 120 яблоки неинтересно чуть-чуть я выходе посту набрала здесь по 50 здоровая 50 рублей там вот вначале покажу ну вот как-то тогда шикарный рынок в самом центре центральный рынок заходите рекомендуют маленькие 20 получается а чай почем у вас баночка такая а по одной не продаете до 100 рублей 1 на там грамм 150 а джика сколько стоит около 50 но 100 рублей в абхазии 100 рублей те же цены в абхазии надо знать где места дешевого помидора 130 огурец за 25 ну вот так шикарно малинка почем 200 рублей 50 рублей 150 вот это 50 да маленькая а лоточек 200 так же как в анапе шикарно шикарный рынок меня радует вообще говорят есть еще дешевле найдем все найдем а мы покажем вот это 120 фундук а вот 120 потолще шикарная вас да это с грецким до грецкий фундук малинку пассивно толстая да можно попробовать подойду это реклама это мне деньги надо брать да первая попалась совдепа возмущается а там в основном все довольны что их снимает вот такая 50 видели кишью миндаль пастила тоже 50 то все есть короче вот здесь в начале в самом первом ряду мне понравилось черчилово 50 рублей я вчера такой по 100 набрала дух ну в опаде что заходил он был закрыт не успела 100 кстати приправу вот такие вот 3 штуки 100 рублей 5 штуки 100 рублей у нас в анапе 50 такие вот наборы это я по улице видела здесь нет цены в анапе 50 здесь по третий получается маска подсолнечная ливень зарядил я вообще сегодня погуляю или нет а здесь кстати рыбный ряд а большое не то что у нас в анапе у нас поменьше будет ну-ка глянем одно только штуку то же самое о это окунь наверно красный или как он а нет форель 1500 килограмм 1300 ну вот как то так барабуля 800 не знаю для барабули что не помню полно 600 офигеть вот где надо записывать лакал столов лакал столов чеконь 600 тарань 500 воротах лечь 50 по рыбке да вот ставридка 300 рублей ну все я остаюсь здесь нереально сейчас я узнаю что такое ливень в адлере а вот сыры я искала еще сыр хочу тоже курицы все будем снимать когда рынок что нам еще делать самое такие же цены в один в один а может быть я не хочу больше а можно я вот пусть вас вот так раз чуть-чуть 1 в куртке вот даже конца есть купить час зайка а вот я посмотрим цены далека чтоб не подходить все нормально у нас все по 600 вчера кстати в абхазине тоже за 600 килограмм предлагали а какая молодец как я не показала за одну природу послушали дождик хилинга 250 280 250 о о крок абхазский копченый по 500 да сыры все просто капец дождь полил хорошо до кальтинице не успела добежать вот кстати еще рыбный павиле он есть рынок большой перец перец 150 о мяско еще посмотрим о пахте на паузу если че конечно шикарный выбор я бы что нибудь попробовала а сыр я вам показала мятка свежая если только вот свежие тебе на память буду прицениваться приезжать не приезжать фарш кстати довяжий 320 ну и все моя миссия выполнена типовой натвор парш свиной тоже 320 локт у нас ребра 280 намного дороже если учитывать сейчас сезон вот бетанка есть все есть голубь у меня не останетесь а вот мне как уйти теперь о 50 орех ха ха мне вчера за 200 в Абхазии предлагают блин как уйти выпустите меня отсюда все побежала все прямо ничего себе и пока уже целый час идет не останавливается интересно как там в Анапе здесь все лужами залило это вот они мои березоньки любимые это наверное для тех кто скучает ехать по березкам здесь живет из сибири вот для них такую аллею посадили три раза среди пальм ну вот приехала я короче на казачий рынок лябхазский он прям на границе находится и что я хочу сказать что цена здесь дороже хотя ухт картошки 35 черешня 350 в общем даже не буду снимать дороже чем на центральном рынке вот это ну вот Чурчхелла 100 а я сегодня такую за 100 видела на центральном рынке за 100 здесь виды шикарные еще немножко и уже граница будет короче сюда не стоит ехать здесь все намного дороже так я пробежала центральный рынок Адера пока я самый дешевый ну буду искать показывать это казачий он называется а по карте абхазский а вообще сказали здесь близ границы да я сама уже видела проехала все сплошной рынок непонятно то зачем они торгуют и ради чего цены такие кто туда едет может не знаю в чем смысл пока но что есть то есть у нас тут битком автобус а как мне обратно то уехать сейчас буду искать почему-то я остановки не вижу еще пойди пешком сейчас куда-нибудь идти причем бензин вот так зато виды здесь шикарные но я бы так не хотела жить для меня это минус конечно пожить ненадолго можно но постоянно ну может привыкают не знаю покажу вам еще бензин теперь лукойл это рынок мишутка я приехала один человек мне написал что здесь прям вообще классно так кажется я уже второй раз подставлю мне просто интересно я не приехала тут рядом находилась зашла я нашла два павильона правда поздно приехала но все равно это один с продуктами ну да как бы выбор выбор есть мясо еще чуть овощи крупные все я тут еще в основном строительное строительное может я не туда забрела но просто продуктов цены такие же как мы забрали пока я дешевле центральному не нашла и выбор чтобы был хороший вот там мешутка цены в один в один плюс-минус 10 рублей 10 рублей не деньги вон они вот овощи и вот там вот продукты сулугуни все вроде недорогой был по 300 рублей но опять же надо смотреть качество с чего он сделан а ничего такого ничего такого ничего такого не